В 2020 году мир столкнулся с новым заболеванием COVID-19. В противостоянии пандемии Россия и КНР осуществляли очень тесное и эффективное сотрудничество. В 2021 году министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил китайским СМИ, что такое взаимодействие можно назвать примером для подражания в выстраивании двусторонних связей. Россия стала первой страной, которая пришла на помощь Поднебесной. Уже 5 февраля 2020-го российские специалисты прибыли в Пекин и начали помогать китайским коллегам в борьбе за здоровье людей. Позднее из нашей страны в Ухань доставили 23 тонны медицинских материалов. «Китай и все мы сейчас столкнулись с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Руководство КНР принимает решительные и энергичные меры, чтобы остановить эпидемию. Готовы оказывать дружественному китайскому народу помощь и всяческое содействие». В марте 2020 года противодействие заболеванию обсудили министры иностранных дел России и КНР. Тогда Китай помог нашей стране справиться с дефицитом медицинских масок. Первые 25,5 тонн средств индивидуальной защиты доставили в страну уже в конце месяца. Работали вместе и регионы-побратимы России и Китая, в том числе Республика Саха и провинция Хэйлунзян. «Китай становится международным центром по производству российских вакцин «Спутник Ви» и «Спутник Лайт». Подписаны контракты на выпуск более 150 миллионов доз вакцины шестью китайскими производителями». Благодаря политике властей заболеваемость коронавирусом и в России, и в Поднебесной стала снижаться. И совсем недавно, в середине марта, Китай ослабил антиковидные ограничения и начал выдавать визы иностранцам для въезда в страну. А из КНР в Россию первые туристические группы прибыли уже в феврале.